Ну вот все, что наработал за 20 лет службы слишком. Китель Владимира Левина украшают два ряда медалей, государственные и ведомственные. Две за отвагу, две за службу перед отечеством первой и второй степени, участник боевых действий и другие. А в Чечню он впервые попал в 95-м, ему было 24 года. Тогда Владимир Левин служил сотрудником ОМОНа в муниципальной милиции. Вместе со служивцами он прилетел в аэропорт Северный. Это, говорит, было единственное сохранившееся там место. Ну, самый аэропорт был в относительно нормальном состоянии, то есть там не было таких крупных разрушений. Но когда уже колонны выстроились, поехали через город, здесь вот уже как бы пахнуло, что называется, войной. Там и развалин зданий, воронки. Ну, такое угнетающее серое состояние, потому что бетон разрушается, и такой как бы общий фон мрачный серый создается. Ну, такие вот первые впечатления были, разруха. В первую командировку за ним закрепили Урал. Тогда, в 95-м, командир группы сказал просто «бери машину, будешь ездить на ней». Он постоянно ездил на блокпосты, а каждые двое суток в Грозный. Работа водителем – это постоянный страх наехать на фугас, попасть под обстрел или угодить в засаду. У Владимира всегда был в кабине автомат, шесть рожков с патронами и несколько гранат. Первая командировка его продлилась 45 дней в составе ОМОНа. Олег Лагуткин с отрядом быстрого реагирования прибыл в Чечню одним из первых. Тогда, в 94-м, он был заместителем командира СОБР по оперативной и боевой работе. 9 декабря он получил приказ выдвинуться в Москву на спецбазу и доукомплектоваться. Утром следующего дня бойцы Рязанского СОБРа вылетели в Моздок, где позже их передислоцировали в Грозный. Первые штурмы, они были назначены на 17 часов, 31 числа. Мы непосредственно приняли участие в этих штурмах, в общем-то. Честно сказать, конечно, смотреть было все это тяжело. Ну, кажется, наша работа была такова, чтобы выдерживать, чтобы, скажем так, выполнять поставленную задачу, ну и, соответственно, как можно иметь как можно меньше потерь. Тогда в Чечне действовал сводный отряд быстрого реагирования из трех подразделений «Орел», «Тверь» и «Рязань». В каждом отделении по 17 офицеров. Они работали по своему направлению. Оперативно-розыскная деятельность и задержание преступников. Были на территории Чечни и другие спецотряды, которые занимались по своим направлениям. Наши спецподразделения, они готовы к любым условиям, в любых условиях работать достаточно эффективно. Поэтому сама подготовка, она предполагала достаточно уверенную работу. Я всегда оцениваю работу этих подразделений достаточно с высокой оценкой. Почему? Потому что создавались в определенно жестких условиях для определенно жесткой работы. И спрос этих подразделений был достаточно высокий. И я думаю, что в этих компаниях наши подразделения, я сейчас говорю, за наши подразделения, они достаточно были эффективны. На столе у Олега Лагуткина только часть тех медалей, которые он получил во время службы. Среди остальных есть награды и за чеченскую компанию. Свои же награды Владимир Левин получил уже во время второго чеченского конфликта. Он вернулся в Грозный только через пять лет в составе специального отряда быстрого реагирования в должности взрывотехника. Во втором чеченском конфликте у Владимира было больше 15 командировок, каждая продолжительностью по три месяца. Как бы ты ни готовился морально, когда попадаешь в такую ситуацию, у нас сразу стресс любого человека. Какой-то такой, не надлом, а вот, ну что-то происходит, не могу выразить. Происходит человек немножко жестче становится, с одной стороны, с другой стороны, более бережно начинаешь к товарищам относиться. Понимаешь, что мы вместе, они меня прикрывают, я их прикрываю, поэтому особые таки начинают складываться отношения. Сегодня, 11 декабря, это день памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне. В этот день ветераны той далекой компании встречаются и вспоминают своих павших товарищей, а также события тех лет, которые глубокими шрамами остались в их памяти. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».